Теперь на окнах решётки. 11 лет назад они бы остановили преступника и спасли 76-летнюю жительницу Кургана. Как стало известно, бабушка оказалась жертвой убийцы случайно. Тот был пьян, намеревался зайти в гости к своей знакомой. Она жила в этом же подъезде. Поздний визит закончился трагедией. Он пришёл к ней в ночное время, зайти к ней в квартиру не мог. Как-то попросить её, чтобы она открыла дверь, не мог. И решил проникнуть в подъезд дома через квартиру первого этажа. Глухонемая женщина звук бьющегося стекла не услышала. Заметив гостя позже и подняв шум, пенсионерка разозлила и напугала молодого человека. Он взял на кухне нож и нанёс бабушке 107 ударов. Сразу же перестала двигаться. Не двигалась, не дышала, не смотрела. Сын пенсионерки узнал о случившемся, когда пришёл с дежурства. Утром рано, звонок, кто-то к нам рано. То ли полвосьмого времени было, кто-то рано. Открываем дверь, он заходит. Дайте позвонить. Похоже, мою маму убили. Ну и вот он позвонил, потом мы все туда побежали. Побежали, смотрим, она лежит тоже мёртвая. Мужчина с места преступления скрылся. Отпечатков пальцев и других следов не осталось. Дело приостановили. Трагическая история перестала быть тайной только в этом году. Убийца всё рассказал знакомым. Они его и выдали. Всё это время обвиняемый, не скрываясь, жил в Кургане. После этого он привлекался за совершение преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В настоящее время он уже считается осужденным за совершение мошенничества. Теперь к этому списку добавится ещё одна статья. За содеянное курганцу грозит лишение свободы до 15 лет. Ольга Тыщик, Денис Мазин, Светлана Брагина. Телекомпания «Регион-45».